Привет, дорогие друзья! Вы знаете, это тот самый случай, редкий, должен заметить, случай, когда мнение депутатов одной фракции, а конкретно фракции партии Суги Народа, резко, кардинально начало вдруг разниться. Почему? Потому что одна часть депутатов считает, что введение императивного мандата это очень даже неплохо, а вторая часть, среди них, конечно же, мажоритарщики, внезапно вдруг начало артачиться и говорить, нет, на это мы пойти не можем. Что такое императивный мандат? На простом примере, ты проходишь в Верховную Раду под брендом Слуги Народа, ты мажоритарщик, но у тебя есть, ты взял флаг, Слуга Народа, и за тебя, естественно, проголосовали, ты зашел в Верховную Раду, а потом ты начинаешь исполнять. Ну, то есть, ты считаешь, что ты уже такой весь такой блатной, что ты можешь что-то делать не то, что надо. К примеру, брать взятки, ходить голым, нападать на женщин в Верховной Раде и так далее. То есть, все, что угодно, может быть, любые случаи. И вот тогда фракция принимает решение, волевое решение исключить тебя. Но, когда тебя исключает фракция, ты типа дальше продолжаешь тасоваться в Верховной Раде. Несмотря на то, что ты зашел в Верховную Раду под брендом с флагом Слуги Народа, фракция исключает тебя, еще и лишает, получается, тебя, мандата. И все, пошел вон. Ты пришел благодаря нам, так вот мы тебя и покарали, и пошел вон. Мажоритарщики отдельные начали вдруг говорить, нет, 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 мы сами прошли в Верховную Раду. Мне больше всего нравится. Когда я слышал от некоторых медийных личностей, которые сейчас попали в Верховную Раду, что я шел со своей программой, ну, окей, хорошо. Если бы ты шел не от Слуги Народа, я бы посмотрел, куда твою программу можно было употребить. Стефанчук. Родной брат Руслана Стефанчука. И он не видит ничего предосудительного в этом. Это наш первый интервьюируемый. Тут логика надзвичайно проста. Если народный депутат вважает, что он поддерживает позицию партии, и вважает, что он поддерживает позицию фракции, и висловлюет доверие этой фракции, вступающей до нее, он має дотриматься тех правил и тех требований, которые позиционирует за собой фракции и партия. Если нет, никто не заставляет вступать в любые фракции. Мы можем создать окременные фракции, можем остаться позафракционными. Но если мы принимаем эти правила, то мы должны их дотриматься. Александр Дубинский и пан Куницкий были против императивного мандата. Насамперед, я хочу сказать, что я висловлю свою особистую позицию. В них есть своя особистая позиция. И каждый из нас заслуговывает на то, чтобы висловить и быть почутим. Какие решения будет принимать большинство, такого мы будем делать. А как вы учите? Александр Юрченко, мажоритарник. Скажите, пожалуйста, почему из повестки дня сняли питание про императивный мандат? Взагалі, что была такая... Ну, честно говоря, я не знаю. Мабуть, на сегодня не на часе. Не ко времени. Сегодня это не ко времени. Вот один из тех, кто выступает против. И интересно же послушать, почему он выступает против? Что здесь не так в этом императивном мандате? «Абсолютно все решения обоговорює фракция. Разум встречаемся и обоговорюем эти законопроекты, которые подаются». «Ваша дума, в общем, может быть, этот закон принят?» «Ну, как представник саме обранный киянами ТГК, голосирующими, я представляю их в парламенте. И 100% эти вопросы, которые стоят, ставят передо мной. Мешканцы голосуют в городе Киева, я пытаюсь выполнить и ставлю их. Это очень похвально, что молодой человек представляет киевлян в парламенте. Что он так ратует за свой район, там еще за что-то. Это очень похвально. Что там касательно императивного мандата? Все эти люди до меня обратятся, эти люди доверили мне представлять свои интересы в парламенте. Те, что на сегодня статус депутата выбранного в мажоритарном выборченном округе, а в багатомандатном выборченном округе, он не разный. Это тоже мы понимаем. И императивный мандат возможен за реформу изголом парламента. Пошли разговоры о реформе, целой реформе парламента. А потом, знаете, скажут, нам надо изменить всю систему, а потом только вводить императивный мандат и так далее и тому подобное. Нет, давайте по конкретике, будьте добры. Вы готовы свалить из парламента, если вы начнете что-то делать то, что фракции не понравится. Просто все понимают, что вы пришли в графе «Слуга народа». То есть фракция имеет полное право, в принципе, выключить вас и забрать у вас мандат. Смотрите, я не знаю, что имеет в виду мой журналист, когда говорит в графе «Слуга народа». Я не понимаю, о чем он говорит, но подразумевается, скорее всего, флаг «Слуги народа» и бренд «Слуги народа». То есть вы прошли под брендом «Слуги народа». И это все понимают, что иначе вы бы туда не прошли. Потому что вы сейчас, вот тут вот рассказываете, вы там, как-то я забыл, как вас зовут, да, но на самом деле вы шли от «Слуги народа». И это было главное в выборе людей. К слову, многие мажоритарщики сейчас начинают пользоваться именно этой формулой. Я набрал, вот лично я, на округе больше, чем набрала партия «Слуга народа». И почему же это? Как вы думаете, почему? Ну вот они показывают, что типа за них бы проголосовали, по сути, и без «Слуги народа», да? Почему? Объясняю. Потому что партий до хрена, да, вот к примеру, там есть партия «Шария», да, была партия «Шария». А мажоритарщика на этом участке не было от партии «Шария». Что делают люди, которые проголосовали по списку партий за партию «Шария», а мажоритарщика нет? Ну проголосую я, конечно, за «Слугу народа». Потом они рассказывают, вот такие вот мажоритарщики, смотрите-ка, я набрал больше, чем партия, приписывая это себе в «Заслугу». Друзья, ну, это математика для первого класса. Не пытайтесь кого-то обмануть. Но я больше не уверен, что ни фракция, ни партия, тобто, не будет, там, забирать мандат за какие-то там свои собственные интересы. Это может статься лишь через какую-то непорядность. Если, не дай Боже, где-то появляются непорядные люди, так, ну, я буду обеими руками «за», чтобы таких людей не было в парламенте, чтобы не представляли украинцев. Если партия будет забирать за какую-то непорядочность, значит, конкретно вы «за». Вы «за» императивный мандат. Короче. Вы в разе чего, если такой законопроект будет прописан чётко, вы проголосуете? Вы, ну, как, не боюсь? Мы все решения будем обговорювать на фракции. Но, ну, как бы, особо я не хвилююсь, оскільки я больше не знаю, я не буду делать какие-то такие вещи, которые, например, змусили бы даже задуматься кого-то про то, что, например, можно. Какие-то такие вещи. Что значит, я не буду делать какие-то такие вещи? А если для тебя какая-то такая вещь покажется, ну, не очень такой вещью, а для фракции покажется вот такой вот вещью, тогда что? Не надо петлять, ты или «за», или «против». Вот этот человек чётко «против». Смотрите, встречайте, Александр Куницкий. Так, Александр Куницкий. Скажите, а почему с повестки дня сняли вопрос об императивном мандате? Я думаю, что этот вопрос ещё вернётся. Я думаю, что это неокончательный вопрос по нему. Сняли, потому что требует доработки. Дали возможность народным депутатам внести свои поправки по этому законопроекту. Не все народные депутаты, включая фракцию «Слуг народа», были согласны с той редакцией, к которой было предложено голосование. Я думаю, что необходимо ещё какое-то время для того, чтобы вы доработали. Он однозначно будет вынесен к голосованию. И мы посмотрим, сколько народных депутатов будут готовы за ним проголосовать. К слову, я должен заметить, что Александр Куницкий – это пока что единственный в мире человек, которому удалось отказаться от израильского гражданства путём написания какого-то заявления. Но у него получилось, поэтому он единственный. А то, как Александр рассказывает, как за него проголосовали бы, по сути, и без «Слуги народа», это заслуживает особого внимания. Вы лично за или против? В той редакции, которая была, однозначно против. А как вы видите, как он должен выглядеть, этот закон? Он однозначно не должен быть авторитарным, то есть он не должен лишать возможности народному депутату, если он избран по мажоритарке, выполнять свои функциональные обязанности, которые он заявлял, декларировал перед избирателями. То есть главное – это не то, что вы хотите сохранить мандат. Главное – это ответственность перед избирателями, перед избирателями на округе. Потому что уже если взял слово, то держи, да? А мандат тут ни при чём. Но, как вы считаете, имеет ли вас право исключать фракция? Однозначно нет. Смотрите, меня выбирала не фракция. За меня голосовали мои избиратели. О-о-о! Полегче! Пожалуйста! Ты голосовали за Куницкого? Или за Куницкого от «Слуги народа»? Я просто как-то подзабыл. Наверное, просто его фамилия, скорее всего, прогремела на округе. И то «Слуга народа» или от «Партии Зелёных» до «Лампочки» было, главное за Куницкого, да? По 169 округу, которые ждут от меня выполнения тех обязательств, которые я на себя взял. Поэтому только они, я считаю, могут лишить меня мандата. И не совсем правильно, когда фракция или кто-то другой решает за меня, что моя полномочия будет прекращена. Подождите, ну вот же главный вопрос. Ведь все мы, ну, не слабоумные и понимаем, что проголосовали за два слова. «Слуга народа». Вот, и, соответственно, получается, как бы люди в основном голосовали за «Зе», да? Не совсем так. Я хочу просто акцентировать внимание на то, что конкретно по моему округу. А за меня проголосовало более 5000 человек больше, чем проголосовало за партию. Па-бам! Опять! Опять та же самая математика для первого класса, которой можно развести первоклассника, но человека, который понимает, что мажоритарщиков может быть меньше, чем партии, да? И люди, которые не находят представителя своей партии, голосуют исключительно за «Слугу народа», голосовали, да? Ну, не получится развести людей, у которых есть интеллект, да? Но тут другое интересно. Он баллотировался по Харькову там, да? И что такого Куницкий сделал для этого округа? Что избиратели просто посчитали, да, мы за него, да, мы за него, конечно, «Слуга народа», «Не слуга народа» отодвинем, «Александр Куницкий» и просто шли и говорили, «Мы за Александра Куницкого», я другого тогда не понимаю. А если так, то почему тогда не самовыдвиженец? И мой рейтинг на округе, он выше на 10 с лишним процентов, чем у партии. Поэтому не совсем корректно говорить о том, что люди приходили и голосовали за партию. В моем конкретном случае. О, люди голосовали таки все-таки не за «Слугу народа», а за Александра Куницкого. А мне кажется, что люди проголосовали бы за маленькую обезьянку. Если бы на ней был бейджик «Слуга народа», и она бы сидела и играла Марсельезу на банджо, то за нее пришли бы и проголосовали. Мне почему-то так кажется. Ну нет же, Александр Куницкий, команда «Ку» надо было просто создавать, и я думаю, что прошли бы. Фуау. Ну, естественно, определенный рейтинг я получил в том числе благодаря партии. И это не говорит о том, что я должен бросить своих избирателей на округи и всецело полагаться и идти в ногу с партией. Правильно. Ну, определенный рейтинг там что-то получил все-таки от «Слуги народа», понятно. Но почему не пошел тогда самовыдвиженцем? Я думаю, что ввиду того, что рейтинг сам Куницкого выше, чем «Слуги народа», то они, конечно, пришли бы и проголосовали за Куницкого. Нафиг, кто «Слуга народа», только пачкаться с ними. Мне не стало себе за цель получить мандат и всячески дешаться за него. Но голосовать за тот законопроект, который был предложен по императивному мандату, я бы не стал в том виде, в котором его предложили. Я тут уже даже подумал так, что в принципе «Слуга народа» попали в парламент благодаря людям вот таким вот. Вот если бы не Куницкий, если бы не тот вот мажоритарщик, то вполне возможно, что «Слуги народа» бы не было просто в парламенте. Они своим авторитетом вытянули, а не наоборот. Все заблуждаются, все политологи, все те, кто знают, что на этих выборах было «Кого хочешь, приведи, и «Слуга народа» и проголосуют». Все люди заблуждаются. Теперь-то я понял. Ну и, конечно же, эти люди не держатся за свой мандат. Они просто хотят выполнить обещания перед избирателями. Перед теми избирателями, которые, наплевав на вот эти «Слуг, не слуг», шли и голосовали. За вот Александра Куницкого и за вот того, не помню его фамилию. Так и было. Ребят, ну вы просто молодцы, что я могу сказать. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Можно пропустить. Интересные вещи происходят.